Всем привет! Хочу сегодня обсудить кламифен, анастрозол и ГСПГ. В общем, прошло 3 месяца с моего опыта терапии кламифеном и станозололом в микродозинге. Кломифен для стимулирования тестостерона, а станозолол собственно для снижения ГСПГ. Да, я тогда убрал анастрозол, решил поэкспериментировать с эстрадиолом, так как нашел некоторые исследования, что анастрозол на терапии кламифеном не обязателен, потому что кламифен выступает как блокатор эстрадиоловых рецепторов, что отчасти правда. Но я стал замечать, что меня потихоньку начало заливать. Так не быстро, но я заметил, что даже мои пальцы на руках, вот когда на них нажимаешь, стали как будто более водянистые. Ну понятно, что в них больше жидкости было, да и вообще в целом в организме. Как говорят опытные курсанты, тебя льет, заливает. Так вот, это был вызов разобраться во всем, как всегда, самостоятельно. И действительно, кламифен частично блокирует эстрадиоловые рецепторы. И некоторым людям на терапии кламифеном не надо пить анастрозол, а некоторым не то, что надо, обязан глушить эстрадиол. Не важно, анастрозолом или еще чем-то, но обязан. Как выяснить, кому надо, а кому нет? Да все просто, эмпирическим путем. Начинаешь пить кламид соло, видишь изменения не в лучшую сторону, добавляешь анастрозол. В общем, таким образом я понял, что я из тех людей, кому надо на антиэстрогенах эстрадиол все-таки снижать. Кстати, вот тамоксифен как раз-таки блокирует эстрадиол практически полностью. Но тамокс далеко не всем подходит. Он более, если так можно выразиться, сильный препарат, чем кламид. Дальше, излюбленная тема. ГСПГ равен возрасту. Я сколько искал источники, нигде это не написано. Написано только у наших андрологов, которые это продвигают. Да и что значит ГСПГ должен быть равен возрасту? Ну вот у меня ГСПГ 42 было. И станом снизил до 16. Я что, помолодел в моменте? Или если я снижу в ноль, то исчезну или как? Да и вообще, поизучав анализы, стоило заметить, у кого высокий тест, так же высокий ГСПГ. У кого низкий тест, зачастую и ГСПГ низкий. Вот, к примеру, возьмем стандартную ситуацию. Какой-нибудь абстрактный парень 20 лет. Тест его будет около 25. Средний показатель для молодого возраста и более-менее здорового образа жизни. ГСПГ его будет 30-35, это точно. У него не будет ГСПГ 20. И что теперь, садиться на ГЗТ, как советуют именитые андрологи? То есть, полностью здорового и молодого человека нужно сначала запугать, что твой биологический возраст 35, как и ГСПГ. И потом посадить на ГЗТ. Перед этим назначив кучу анализов, естественно. А ГЗТ это траты на ежемесячные витамины. Также периодические сдачи анализов и мониторинг. У них же в клинике, не где-то там, а именно у них. Ну, по понятным причинам. Касаемо моего ГСПГ, почему я ставил такой эксперимент со стонозололом в микродозах. У меня гипо, я пью тироксин. В этом причина повышенного ГСПГ. Опять, поизучав источники, измерять свободный тестостерон, высчитав в калькуляторе общей тесты ГСПГ, не совсем правильно. И было бы очень интересно найти дедушку, которому 100 лет, и посмотреть, какой у него ГСПГ. Очень сомневаюсь, что будет тоже 100. Также не забываем за синдром Жильбера. Синдром Жильбера – это наследственное доброкачественное заболевание печени. Структура и функции органа при синдроме Жильбера не нарушаются. Жизни он не угрожает, но периодически вызывает неприятные симптомы. Пожелтение белков глаз и кожи. И реже тошноту и снижение аппетита, боли в животе. Также при этом синдроме высокий ГСПГ. И вообще, если больная печень, то скорее всего ГСПГ будет повышена. Высокое – это не 40, а значительно больше. Но все-таки я считаю, что если ГСПГ там 80-90, то это не норма. Надо обследовать свой организм, найти в чем настоящая причина и лечить ее по возможности. А не садиться на ГЗТ при любом удобном случае. Дальше. Кламид Вен. Действительно есть процент людей, которым не подходит терапия по повышению тестостерона антиэстрогенами. Этот процент небольшой, но он все же есть. От которых люди чувствуют только по бочке. Опять же, люди, у которых пропадает либидо на Кламиде, скорее всего, где-то вычитали, что у кого-то оно пропало. Вот и теперь у них тоже. У кого-то соски на Кламиде чешутся. Ну и так далее. Я вам скажу, у таких людей и от глицина супермозг развивается. А от Пекамелона появляются экстрасенсорные способности. Команда Икс. Циклоп. Росомаха. Все вы абьюзеры. Вы не даете мне сожрать все чипсы и выпить все пиво. Конечно, надо учитывать важность дозировки. Это 25 мг Кламид Фена через день или это 100 мг каждый день. В целом, терапия Кламид Феном хороший вариант для тех, кто хочет почувствовать вообще, что такое тестостерон. И понять, нужно ему это или не нужно. А поднимать тест всякими тестобустерами или трибулсом. Это занятие такое. Либидо поднимите, тест нет. Кстати, на антиэстрогеновой терапии можете добавить тадалафил в микродозинке. Ролик про него есть на канале. Тогда твой штуцер будет бить тебе по лбу. Ну а если без шуток, то твой Карлс будет в постоянной готовности совершить свое грязное дело. Ну и для полной картины мира, помимо Кламид Фена вообще, желательно привести свой образ жизни в порядок. Наладить основу. Питание, тренировки, сон. И почему я так топлю за терапию антиэстрогенами? Потому что при желании можно все отменить и вы быстро вернетесь назад. Гормональная система просто придет в вашу физиологическую норму. В отличие от длительного ГЗТ или вечного курса, где либо после этого будет очень долгое восстановление, либо останутся какие-нибудь побочки уже навсегда. Ну а у меня на этом все. Пока! А, это он про видео про тестостерон говорит. Подпишитесь все на канал National Biohacking. А как пахнет тестостероном? Иди нахуй, мужик пахнет тестостероном!